Смотрите в второй части нашей программы Эти МиГи поразили нас в самое сердце Такую надпись оставили южноафриканские наемники На стене полуразрушенного дома в Анголе Тогда, в 80-е годы, им пришлось покинуть оккупированные населенные пункты Которые подверглись мощным ударам кубинских МиГ-27 Свою эффективность этот самолет доказывал неоднократно По-настоящему родным истребитель-бомбардировщик стал для ВВС Индии Начиная с 1986 года МиГ-27М стал массово производиться по лицензии на заводе в городе Насик Всего в Индии было выпущено 165 этих истребителей-бомбардировщиков Программа модернизации этой крылатой армии была разработана на МиГе И предложена индийским партнерам еще в 90-х годах Но, к сожалению, тогда индийская страна не пошла на сотрудничество с российскими авиастроителями Модернизацию решили делать своими силами Установив в основном иностранную авионику Тогда самолет получил ряд новых систем обзорно-прицельного, навигационного и связного оборудования А также аппаратуру радиоэлектронного подавления индийского, французского и израильского производства В настоящее время на вооружении ВВС Индии состоит еще около 130 МиГ-27М Как ожидается, они будут продолжать свою летную службу еще не одно десятилетие Смолеты получили довольно современное оборудование Однако на них по-прежнему стоит устаревший, недостаточно экономичный двигатель Р-29Б-300 В ранее закрытой классификации двигатель 55Б Это заметно снижает потенциальные боевые возможности истребителей-бомбардировщиков Ввиду того, что в Индии сейчас проблемы с двигателями 55-ми Значит, они обратились к нам, чтобы заменить двигатель И они знали, что у нас были на 23-х самолетах В свое время у нас устанавливался двигатель на небольшой партии самолетов АЛ-21 Вот они, значит, как одно из предложений установить АЛ-овский двигатель Поскольку АЛ-21 на сегодняшний день уже устарел Выбор двигателя для программы ремонторизации индийских МиГ-27М был очевиден Это мог быть только АЛ-31Ф Дело в том, что Индия выпускает по лицензии Су-30МКИ А на этих машинах стоят именно эти двухконтурные двигатели Конечно, варианты двигателя для МиГа и Су отличаются Но 70% деталей и узлов взаимозаменяемы Это может сделать эксплуатацию этих массовых для ВВС Индии самолетов куда более экономичной АЛ-31Ф – двигатель заслуженный Машины семейства Су-27, в том числе индийские Су-30МКИ В рекламе, как говорится, не нуждаются Этот же двигатель выбрали китайские авиастроители для своего новейшего истребителя J-10 Подготовка переоснащения машины новым двигателем – процесс сложный Особенно в современной боевой авиации Новый двигатель нужно вписать в обновляемый самолет Ведь, как правило, он имеет отличные от предшественника габариты Конечная цель ремонторизации – увеличение боевых возможностей машины И улучшение ее эксплуатационных характеристик Поэтому устанавливаемый двигатель должен быть легче и мощнее предыдущего А значит, самолет нужно приспосабливать к нему Учить его летать по-новому Когда мы решили или приняли решение по замене двигателя Все-таки у нас самолет худенький, так скажем А двигатель АЛ-31, который мы знаем, он все-таки пополнее Поэтому у нас вначале были сомнения в том, что он вообще влезет в самолет Работы по оснащению МиГ-27 новым двигателем начались еще в сентябре 2003 года Тогда макетный образец АЛ-31Ф был установлен на первый экземпляр МиГ-27Ф К тому времени уже не летающий В марте 2004 на заводе «Салют» начались стендовые испытания первого А затем и второго полноразмерного двигателя АЛ-31Ф серия 30С И уже третий вариант установили на самолет Конкретно этот самолет отличается от МиГ-27М тем, что мы на этом самолете установили новый двигатель Взамен двигателя 55Б, как он назывался В настоящее время мы поставили двигатель АЛ-31Ф Главное отличие нового двигателя от предшественника Нижнее расположение коробки агрегатов Также на серии 30С установлен целый ряд отличных от прототипа элементов конструкции сопрягаемых с самолетом Он легче там где-то порядка по 400 килограмм легче, чем 55 Ввиду того, что у него центр тяжести отличается от 55 И чтобы меньше было доработок по самолету Значит, он на самом деле получился немного смещен назад У нас на этом самолете, на МиГ-27, у нас передняя центровка А сейчас она немножко уехала, уехала назад Огромное значение имеет и то, что новый двигатель гораздо экономичнее установленного на индийских МиГ-27М На основном, бесфорсажном режиме работы он тратит горючего на 16-20% меньше У двигателя тяга, у Л-31, тяга на одну тонну больше, чем у двигателя 55-го Раз, расходы у него воздуха немного побольше, но расходы керосина меньше Поэтому у нас увеличивается радиус боевых действий, у нас увеличивается время И вообще общая дальность полета увеличится Вот только основные показатели результатов переоснащения МиГ-27 новым двигателем Увеличение скороподъемности на 4-14% Увеличение перегрузки установившегося виража на 2-6% Снижение времени разгона на 6-8% Взлетной дистанции на 13-15% Кроме того, дальность полета у Земли возрастает на 7-8% А на высоте 11 километров на 16% Чтобы установить АЛ-31, двигателистам пришлось хорошо поработать Всю обвязку двигателя сделали очень компактной Коробку самолетных агрегатов перенесли вниз Теплозащитные краны, установленные для предыдущего двигателя Убрали за ненадобностью АЛ-31 – двигатель двухконтурный А значит, менее температурный Пришлось немного доработать и конструкцию самолета Для того, чтобы не менять конструкцию самолета Значит, оси крепления, передние оси крепления У 55-го и 31-го Они находятся в разных точках Поэтому у нас появились еще вот фюзеляжи Дополнительные Значит Ну, чтобы привязаться к старому креплению Сделали такую вставку А так, в основном, немного изменений Самолет получился динамичным Уже во время первого полета Наблюдатели могли отметить необычно активный взлет Когда первый был полет самолета И вот я стоял, смотрел А перед этим взлетел Су-27 И кто-то вот здесь стоял за мной Когда он поднялся Ну, я думал, что это Су-27 взлетел Ну, вот так вот То есть на него это для бомбардировщиков На бомбардировщик это не похоже Двигатель для МиГ-27 Может изготавливаться в обычном и тропическом варианте По сравнению с установленным Он обладает на тонну большей тягой Выдерживает более жесткие и длительные термодинамические нагрузки Самолет становится значительно маневреннее Первый этап летных испытаний Оснащенного новым двигателем МиГ-27 Прошел успешно У нас программа была 12 полетов Значит, эту программу мы выполнили Но так как это все-таки самолет боевой И ему надо будет еще выполнять боевые задачи Значит, это уже, так сказать, будущее Сейчас мы просто с этим двигателем проверили Летные характеристики, какие у нас получились А все остальное, это уже, так сказать, на будущее Всю полетную программу отработал герой России Заслуженный летчик-испытатель Олег Васильевич Антонович Улучшение множества характеристик самолета В совокупности дало громадный эффект По оценкам специалистов В результате ремонторизации Боевая эффективность МиГ-27 Может повыситься на 22-27% То есть почти на треть В настоящее время Значит, вот В Индии В Шри-Ланке И сейчас Восстанавливает свой парк самолетов МиГ-27 Казахстан Казахстан уже тоже Казахстан тоже знает о том, что это замена Поэтому может быть А в остальных странах У нас МиГ-23 Это вот первые Так называемые МиГ-23БН Вот На БНах тоже можно менять И уже к нам обращались С этой просьбой По замене Осуществление ремонторизации МиГ-27 И МиГ-23БН Будет крайне выгодно всем И зарубежным партнерам Прежде всего Индии и Казахстану И, конечно, производителю работ России Учитывая количество состоящих На вооружении машин В течение ближайших Десяти-двенадцати лет Отечественная оборонная отрасль Может получить не менее Миллиарда долларов прибыли В российских ВВС Таких самолетов, к сожалению, не осталось А между тем Опыт локальных конфликтов На территориях бывших Союзных республик И контртеррористических операций На Северном Кавказе Показал Что от машины Отказались преждевременно Бомбардировщики Су-24 Оказались недостаточно эффективными Для действий против Небольших мобильных групп противника А штурмовики Су-25 В силу ограниченных возможностей Прицельно-навигационного оборудования Не могли работать ночью И в сложных погодных условиях Не видели противника в туманах И в горной растительности Знаменитые «зеленки» В действиях против террористов В Чеченской республике Проблемой стало и удаление Аэродромов от мест Активности бандитов До горных ущельей От равнинных аэродромов Было 250-300 километров Тогда приходилось привлекать Для авиаподдержки Даже дальние бомбардировщики Ту-22 В условиях Когда на помощь авианаводчиков Рассчитывать не приходится МиГ-27 мог бы быть весьма полезен Самолет оснащен Отличным прицельно-навигационным комплексом Тогда командование ВВС Решило в срочном порядке Вернуть в строй МиГ-27 Для применения его против боевиков Однако оказалось Что для восстановления Разукомплектованных машин Не было ни сил, ни специалистов В части была отправлена Группа специалистов МиГ Во главе с нашим нынешним собеседником Александром Поповым Результаты поездки были неутешительны Вернуть в строй Преждевременно отправленный В отставку самолет Не представлялось возможным Программа «Смотр» Прощается с вами на неделю До встречи на канале НТВ Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok